всем привет из рима сходим сейчас супермаркет сделаем закупку для оливье расскажу вам историю как нашей семье итальянской появился этот салат и посчитать хочу сколько стоит оливье в италии сколько стоит приготовить так вот первый год когда мы отвечали новый год вместе я говорю я сделаю оливье я сделаю на свой салат принесу карла мне год не надо делать я уже сделала русский салат но я тогда не знала что они называют наш оливье русский салат и она мне показывает этот салат как в котором была цветная капуста и тунец я сказал это не русский салат я такой салат не знаю не знаю у меня новый год без оливье и боя курантов не начинается и после того как я приготовила аж оливье обычный рецепт тоже сказал мама ты больше свой салат не готовь и теперь мои итальянцы не представляют ни один праздничный стол без без салата оливье и салата руссо вот так вот выглядит салата руссо увидится даже невозможно разбить морковь можно разглядеть видимо горошек это что-то что-то в майонезе смотрим 200 грамм стоит 200 грамм стоит евро пятьдесят девять не обошлась пять тридцать четыре дальше идем покупать овощи 269 красный картофель я буду брать я конечно его весь не использую но он стоит 269 мы потом посчитаем полтора килограмма что нам нужно я всегда беру вот этот вот этот вот горошек вольфрута стекле евро двадцать семь уходит вся банка возьмем вот этот морковь мне всего три штуки надо но мы посчитаем да потому что семьсот пятьдесят грамм стоит два тридцать восемь не продают по одной штуки поэтому вычислим сколько будет стоить три так не получается покупать все в одном супермаркете огурцы для моего салата находятся здесь мы предпочитаем вот такой вот классический два шестьдесят грамм берем майонез очень важно это вот такие огурцы 423 такие красавцы конечно вся банка мне не нужно но я и страчу наверно половину в половину страчу тоже посчитаем все что мы должны взять это мы должны взять яйцо яйцо мы возьмем вот это недостаточно четыре штуки я рассею я товарилась в трех супермаркетах только для одного салата мы имеем мы имеем четыре яйца майонез мы покупаем все время в коп нам очень нравится коп дальше 4 оли это маринованные огурчики они кстати не сильно уксусные маркаделла обязательно я не покупаю сосиски я не покупаю мясо я покупаю маркаделлу мне она обошлась 534 горошек зеленый вольфрута все время в стекле морковь все я не буду использовать использую только несколько штук цены я показала супермаркете все равно еще посчитаю и картофель картофель я покупаю краски ингредиенты нам нужны для оливье для инсалата маркаделла доска у меня не соответствует этой маркаделле ничего не живем как-нибудь так значит и сейчас мы вот так вот ее это можно оставлять я выковыриваю я еще выковыриваю вот эти вот жиринки шпек я выковыриваю зачем с чем его есть он нам не нужен это не обязательно выковыривать но я немножко самые крупные я так конечно я не буду рассказывать как это все делать это все надо просто резать на купите мама меня научила когда крупно то есть такими маленькими квадратика вот таким вот образом делаем вот так и продолжаем в том же духе в темпе вальса когда убить и вот эти кубики маленькие теперь приступаем к огурчикам конечно не домашние но за неимением это самый лучший который есть так теперь мы приступаем после того как картофель и морковь остыли в мундире мы их варили мы приступаем нарезаем нарезки эти хабачи так 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 Вот, и берем небольшую луковичку, вот такую вот, и очень-очень мелко, деликатно, потому что не все любят лук, да, в моей семье все любят лук, я очень мелко нарезаю, вот так вот, и еще мельче лук, он не должен вообще попадаться в салате, да, не должен чувствоваться, я говорю еще раз, у меня все в семье любят, и в моей семье в России, и здесь, и лук и чеснок мы любим в приготовлении пищи, но тем не менее, это не должно быть навязчиво, то есть, вот это вот должно быть. И так, значит, стоимость всех продуктов мне обошлась в 20 евро 30 центов, если учесть то, что я не все продукты использовала для приготовления, стоимость салата мне обошлась в такой порции в 14 евро. Приятного аппетита, спасибо всем за просмотр и всем пока, to субтитрыал DimaTorzok